Что мы знаем о прекрасной соседке по имени Греция? Греция член Шенгена и Евросоюза. Но это не сделало ее богаче, зато сделало доступнее. И теперь болгары из Софии с удовольствием купаются в Эгейском море. Это наш маршрут. Всего 590 километров. Но мы не удержались и решили заехать на полуостров Халкидики в Полихорну. И там заночевать. Что еще нужно знать? Дороги в Греции хорошие, но платные. Но цены гуманные. За весь маршрут мы заплатили всего 9 евро. Это самый плохой участок дороги, который встретился нам на пути. Кстати, для оплаты дороги лучше иметь мелочь, но можно платить и карты. Специально сняла цены на одну из заправок. Но здесь было много фур, и мы поехали до следующей заправки. Пришлось съехать за дороги. Это цены. Туалеты на заправках бесплатно. Но как вам такой дизайн? Пора пить кофе. Поехали в Ковалу. Здравствуй, море. Жаль, что в начале мая вода еще холодная. А то я бы обязательно искупалась. Зато так красиво. Все цветет, благоухает. Кафе выбрали тоже на бережке, на солнышке. В Греции в кафе и в ресторанах к любому заказу обязательно дают воду. Ты можешь ее не заказывать, но тебе ее обязательно. В Грецию мы ездим часто. И о предыдущих путешествиях можно почитать на моем сайте. Нам очень нравится, как здесь организован пляжный отдых. Каждое кафе имеет свои лежаки и кусочек пляжа. Приходишь, ложишься на лежак, а остальное тебе принесут. Это просто очередной пункт оплаты. В кафе можешь заказать просто бутылочку воды и лежать на лежаке целый день. Дождь догнал нас даже в Греции. Прохладно. А еще мы любим Грецию за свободу. Она здесь повсюду. В воздухе, в небе, на дороге. Удивительно, но я никогда не видела греческого полицейского. Но здесь очень спокойно. И еще это раль для автомобилистов. К любому пляжу всегда можно подъехать на машину. Убегаем от дождя на Халкиде. И вот оно, синее небо. Пляжи в Греции не все одинаково прекрасные. Но в Полихорнах очень уютный, маленький, чистый пляж. А это отель, в котором нам предстоит ночевать. Очень бюджетный. Я заказывала другой отель, но он был не готов. И нам предложили остановиться в этом. Одну ночь мы можем перетерпеть в любом отеле. После завтрака вернулись на трассу. И едем на Егуменицу. Температура воздуха плюс 15 градусов. Впереди салонники. Мы объезжаем их и поворачиваем на Е90. Здесь скоро будет пункт оплаты. Но мы проехали бесплатно. В молодости я посмотрела фильм «Греческая смоковница». И полюбила Грецию. За любовь и хорошие дороги нужно платить. А еще мы любим певца Демиса Рососа. Певца нашей молодости. Дороги в Греции хорошие. Но фитстопы встречаются очень редко. Мы увидели указатель из холеных фитстопов. Здесь мы попили кофе. И сходили в туалет. В туалет и бесплатно. Чем дальше продвигаешься вглубь Греции. Тем живописнее становится дорога. Горные вершины. Тонели. Мосты. Ты как будто паришь над ущельями. Дороги в Греции в основном свободные. И только при подъезде к большим городам движение уплотняется. По приезду в Игуменцу мы сразу отправимся в порт, чтобы купить билеты на паром до Бари. И сегодня же отправимся ночным паромом в Италию. Последняя остановка перед Игуменцем. Билеты на паром до Бари обошлись нам 350 евро. Это каюта с окном плюс машин. Мы поужинали и в 23 часа уже стояли в очереди в порт. Паром опоздал на пару часов и спать легли мы очень поздно. Утром нас естественно разбудила трансляция. И у нас было время погулять по палубе и пофоткаться. А это главные туристы на нашем пароме. Китайцы. Их было несколько автобусов. Наша машина стояла у самой стены. В такой ситуации лучше приходить последними, чтобы не задохнуться угарными газами, пока ждешь в своей очереди на выезд. А вот и Бари.